Приветствую вас. Прежде всего, хотел бы сказать вам о том, что вы обратились в раздел психологи. Психологи не гадают и не проводят расклады. Психологи занимаются анализом материала, анализом информации, которую вы предоставляете. Ну, либо предоставляете, либо нет. И на основании анализа информации психолог принимает решение о рекомендациях. Если вы хотите погадать, чтобы вам сделали расклад, то я рекомендую вам обратиться в раздел эзотерики. Там вам помогут. С точки зрения психологии, значит, необходимо разобраться с тем, какого именно момента вас начало раздражать ее поведение, что вы вкладываете в понятие хавяничьего, что вы вкладываете в понятие, которое вы употребляете. Потому что, ну, объективно, если вы были друзьями, то, я думаю, она имела право, какое бы то ни было право, значит, ну, как-то хозяйничать, как вы говорите. С другой стороны, совершенно непонятно, почему вы не сказали ей об этом, ну, о том, что вас раздражает тот факт, что она хозяйничает. Откуда у вас установка такая, что, значит, нужно держать свои эмоции и мысли при себе. То есть вы же копили, копили, копили негатив, да? А потом, потом он у вас прорвался. И очень сильно, видимо. То есть, на мой взгляд, это требует существенной доли внимания. Вот. Значит, это первое, что нужно сделать, да, то есть, значит, привести себя в гармонию, в определенную гармонию, чтобы, значит, ну, чтобы все-таки как-то адекватно взаимодействовать с мужчиной. То есть, вашей подругой, извините. Вот. Это первое. То есть, привести в гармонию. Нужно вам в это состояние. Далее. Ага. Необходимо определить, значит, почему вы так привязались к этой женщине? То есть, понимаете ли вы, что по большому счету, да, вас с этим человеком связывали чисто, только коммерческие отношения, ну, изначально, да. И другом вам она при всем желании никак быть не могла. Долго. Ну, вот. То есть, ну, она когда-то уехала, и обязательно ей, как бы, вот. Соответственно, в вашей жизни есть некоторые обстоятельства, видимо, которые заставляют вас, а точнее, которые заставили вас, ну, вот, собственно говоря, с этой женщиной сблизиться. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, нужно в обязательном порядке этот момент уловить. То есть, по какой причине вы с этим человеком сблизились. Что может быть в вашей, ну, жизни? Ага. Не так. Какие в вашей жизни могут быть проблемы? Если они есть, ну, может быть, какая-то неудовлетворенность. А есть, может быть, есть какие-то трудности. Может быть, вам просто, ну, скажем так, тяжело взаимодействовать с людьми. Тяжело находить с ними контакт. То есть, здесь тоже необходимо, вот, проанализировать. Далее. Не совсем понятна хронология. То есть, если вы говорите, что вот, ну, что обидели человека, да, значит, сказали ей какие-то вещи плохие, выгнали ее. То с какого момента вы начали испытывать потребность в том, чтобы вновь с ней сойтись? То есть, вот вы их пишите, значит, она, значит, так, вы, короче, с порой в злости так пожелали внукам. На словах она сказала, что простила. На словах она сказала, что простила кому? Как? То есть, это когда она уезжала и сказала, что простила, а когда вы ее выгоняли или как? То есть, кто кому как сказал, что простила. Вот. А я полагаю, это очень важный момент. Вот. Потому что, ну, он ключевой. Если она простила, то ее прощение, оно не означает, что она будет с вами взаимодействовать. Не означает, что она будет с вами общаться. Не означает, что, ну, она может возобновить с вами общение. Так как, вот, например, это было раньше, потому что, ну, в нужное время. То есть, тут необходимо, опять же, понять, увидеть, как вы интерпретировали ее слава о том, что она вас простила. Потому что это важно. Значит, дальше. Отвечая на ваш вопрос, опять же, с точки зрения психологии, да, есть ли шанс, что она вернется. Здесь многое зависит от времени, от вас и, по большому счету, от нее. То есть, объективно? Объективно. А сейчас человеку неприятно. Ну, если честно, суть конфликта так же не ясна, пока что. Но я полагаю, что человеку в любом случае не приятно и ей нужно время для того, чтобы, ну, перестать на вас обижаться. Например. 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 Вот. Соответственно, соответственно, это то, что вам нужно понять. Ну, вам рекомендую выездить какое-то время, да. Вот. И просто периодически писать ей сейчас. Так. Вот вы, значит, говорите, что номер телефона не знаете, ее пишите в инете, она не читает смс, но из-за любви не удаляет. Значит, пишите ей периодически. Правда, о каких смс идет речь, не очень понятно. Вот. То есть, какие смс, если в инете, в инете вроде как нет смс. Вот. А дальше есть. Ну и, соответственно, если вы хотите ее как друг друга вернуть, то можно сделать выводы, исходя из того, что для себя нужно сделать выводы. Извлечь опыт. Вот. Поменять, может быть, свое поведение по отношению к ней и к людям вообще. И тогда шанс повысится. Вот. Не совсем понятно, зачем она входила в ваш дом, если она, в общем-то, чужой человек. И не совсем понятно природа вашей скуки. Вот. То есть, понимаете ли вы, что то, как вы с ней общаетесь, ну вот, сейчас, да, то, как вы с ней взаимодействуете сейчас. Значит, понимаете ли вы, что это, ну, в основном довольно эгоистичной форме происходит, потому что вы это делаете для себя. То есть, вы, вы не то, чтобы для нее хотите это сделать, ну вот, как бы помириться, может быть, или прошение попросить. А для себя, потому что вы по ней скучаете. Ух ты. И, собственно говоря, именно этот момент, на мой взгляд, ну, в общем, является самым таким верным. Потому что она не может мне знать, ну, у нее есть, я полагаю, какие-то ключевые представления о вас, о том, какая вы, например, и так далее. Вот. И, соответственно, она не может мне знать о том, что вы это делаете для себя. Так что, мое мнение здесь такое, что вам необходимо перестать действовать в интересах своих и действовать в интересах ее. Вот. И когда вы будете исходить из того, что лучше для нее, я полагаю, она это заметит, оценит, вот, поймет и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.